Здравствуйте дорогие коллеги меня зовут Андрей Веселов и я попросил Федорова Нестерова провести вебинар силой руководителями как меньшими усилиями добиваться большего и я надеюсь что сегодня вы получите много ответов на эти вопросы долго упрашивал Федора и Федор он отличается тем что работал на многих больших предприятиях на разных должностях и прошел всю линейку что называется вот исполнителя до крупного большого начальника побывал на разных уровнях управления опыт большой сильно хвалить не буду передаю Федору слово а то боюсь что-нибудь забыть он лучше сам более подробно себе расскажет Федор спасибо Андрей итак меня зовут Федор Нестеров давайте еще раз по десятибалльной шкале теперь меня хорошо слышно потому что именно на этом уровне я буду разговаривать с вами достаточно долго итак меня зовут Федор Нестеров я президент и основатель бизнес-школы fast management и сегодня мы в сообществе с битуби базис проведем вебинар который называется сила руководителя мы будем говорить о том как меньшими усилиями добиваться большего и еще одно название у этого вебинара я хочу чтобы они вы скоро узнаете почему это называется именно так о чем что сегодня будет сегодня я буду рассказывать вам как быстро научиться управлять людьми сегодня мы узнаем что можно быстро сделать сегодня для получения быстрых результатов именно сегодня что можно сделать сегодня для того чтобы получить намного больше результаты завтра и в самом конце будет подарок повестка дня всех устраивает ответьте мне в чате пожалуйста нужно плюсиком значит я заранее приношу вам извинения за возможные искажения в презентации потому что выяснилось что я живу на маке андрей и вообще весь этот сайт живет на виндоусе и что-то с чем-то здесь не вяжется потому что поэтому то что красиво выглядит у меня на компьютере при конвертации из одной презентации в другую с искажениями я обещаю что мой голос искажаться не должен несколько слов о себе я человек который сделал полную управленческую карьеру то есть я из инженера в провинциальном городе стал топ-менеджером столицы после этого было 20 лет бизнес консалтинге основатель нескольких собственных бизнеса и в конце концов создал новую управленческую технологию фаст-менеджмента которые мы сегодня поговорим и создал онлайн бизнес школа fmboss.com она же тоже называется фаст-менеджмент в которой мы учим руководителей владельцев бизнеса о том как управлять людьми собственно говоря именно поэтому я имея за плечами такую карьеру я думаю что многому сегодня смогу вас научить и рассказать о том как вообще что такое управление с чему едят и так давайте с чего-то начнем даже главная проблема бизнеса снг заключается в управлении значит обратите внимание технологии это касается не только россии или украины это касается белоруссии это касается казахстана это касается абсолютно всех стран пост ссср как это проявляется во первых технологический уровень производства на уровне мировых стандартов ну или отстаем где-нибудь на год-два то есть большинство мировых технологий неважно это компьютерные технологии это добыча нефти это там я не знаю там выращивание каких-нибудь растений уже сейчас доступны странам пост ссср редко-редко что-нибудь особенно военное как-то там запрещено к экспорту а так все появляется или сразу или с отставанием буквально там на пару лет это всем понятно если понятно поставьте мне пожалуйста единичку в чат второе оборудование которое у нас используется уже на уровне мировых стандартов а иногда даже и новее чем на уровне мировых стандартов то есть всякие там неважно чтобы там не презентовалась какие-нибудь айфоны или мерседесы или новый станок или новый лазер или еще что-нибудь новое она появляется уже на наших полках или в наших интернет магазинах или на наших рынках получается про появляется практически одновременно иногда даже немножко раньше то есть простой пример что какой-нибудь канадский фермер пользуется трактором 15-летней давности и его этот трактор пока устраивает а в каком-нибудь не знаю там белорусском совхозе колхозе или агропредприятие купили новый потому что раньше был плохой и поэтому сейчас вот это оборудование новее чем на западе в некоторых отдельных этих самых если это понятно то поставьте мне пожалуйста двоечку то есть использование оборудования уже на мировом уровне да конечно есть отдельные особо капиталоемкие отрасли там какой-нибудь старый металлургический завод или какой-нибудь там нефтеперерабатывающий завод не успели обработать ну там перевести на новые технологии потому что там инвестиции миллиарды но в основном на мировом уровне а вот в технологиях управления у нас отставание на 50 и более лет почему потому что наши руководители плохо управляют потому что есть множество управленческих вещей которые были разработаны еще в прошлом веке а у нас до сих пор не внедрены я это проверяю по так называемым контрольным точкам то есть берется какое-нибудь решение управленческое смотрим когда оно было на западе изобретено и смотрим когда оно у нас внедрено и проверяем разницу просто в качестве примера кто знает что наш управленческий учет но вернее бухгалтерский учет это на самом деле мы считаем доходы и расходы на уровне всей компании то то есть сама концепция бухгалтерского учета который мы используем она считает доходы и расходы на уровне компании в целом они отдельного продукта кто знает поставьте плюс кто не знает поставьте минус что результате получается в результате получается что когда у нас ассортиментом но допадать возьмем средний супермаркет ассортимент 10 от 10 до 30 тысяч позиций товаров а какой из них прибыльный какой убыточный мы толком не знаем но все же хотят торговать прибыльным пока речь шла небольших ассортиментах то мы там допустим в обычном астрономии построили супермаркет это у нас будет больше а дальше 10 тысяч товаров какой из них прибыльный и получается что нужна отдельная методология как определять какой товар прибыльный какой нет вот эту методологию питер друкер или дракер как его произносят изобрел в пятидесятых годах прошлого века заглядываем в наши супермаркеты и смотрим используется ли это методология в большинстве не используются вот вам отставание на 65 лет 1с управление продажами все детально в разрезе номенклатуры считает ох чувствую бухгалтер спрашивает теоретически до вопрос же не в 1с а расходы вы как разносите а зарплату директора как на товары раскладывается ну и так далее то есть методология это не то как мы посчитаем в разрезе купил продал один товар это в разрезе как мы всю методологию считаем поэтому по технологии управления мы отстаем больше чем на 50 лет именно с этим говорят что производительность труда на постсоветском пространстве ниже в несколько раз чем западная если это понятно поставьте мне пожалуйста троечку почему это приводит к тому что у нас типичный руководитель управлять не умеет типичный руководитель у нас действуют особенно давайте так говорит не на оцениваю час не на уровне директора там крупнейшего предприятия а на уровне менеджера младшего звена или линейного менеджера самый нижний руководитель то есть он живет по принципу рукой водитель то есть он считает что главное это некая стратегия указать направление детали подчиненные пусть сами задумывая невнятное распоряжение общими фразами надо было бы нам что-нибудь сделать с прибылью кто может работать с такими невнятными распоряжениями только самое лучшее подчиненное которые могут невнятную идею начальника трансформировать в некий план действий план действий донести до внимания подчиненных заставить их в том числе и заставить их выполнить и тогда дело будет сделано малейшая нестыковка на этом пути малейший саботаж и тогда это не работает вопрос зал сталкивались такими руководителями ответьте мне пожалуйста в чате как выглядит общий мировой тренд ну во первых я думаю все заметили что бизнес становится все сложнее во вторых все наверно заметили что демография то у нас отрицательная то есть рождаемость падает население стареет о том что образование становится все хуже и хуже наверно только ленивый не говорит о чем не только у нас на западе тоже становится все хуже и хуже то есть информации привод потоком количество знаний человечества удваивается каждая сейчас по моему шесть лет и человек просто не справляется с тем чтобы переваривать такое количество информации что в результате получается в результате получается глобальное противоречие то есть с одной стороны нужно повышать качество управления а с другой стороны растет сложность бизнеса и недостаток квалифицированного персонала всем понятно в каком состоянии находится мир ответьте мне в чате пожалуйста то есть это уже даже глобальная противоречия не только наши что в результате состояние рынка рынку нужны руководители причем руководители на всех уровнях чем ниже уровень тем больше нужны потому что на самом деле квалификация или вернее производительность труда компании только в самом начале определяется выбранной стратегией то есть то что каза сказал директор или владелец какую сторону идти а дальше чем больше размеры компании тем больше ее результаты зависит от действий подразделений на самом низовом уровне то есть от действий подчиненных исполнителей а эффективность труда исполнителя определяется эффективностью труда младших руководителей а там сумасшедшая текучка и там никого нет то есть откуда приходят все туда из вузов а вузах кто нас научил руководить да никто поэтому в наличии имеется самоучки которые не умеют управлять людьми и могут управлять только самыми лучшими то есть такими подчиненными которые почти могли бы сами вообще без руководителя не работать по пятибалльной шкале оцените мне пожалуйста понимание того что вы сейчас только что услышали так хорошо идем дальше давайте причину причины первая причина она говорит о том что система наше образование руководители не воспитывает в принципе она воспитывает исполнители вспомните детский сад что он говорили стать дети станьте в круг возьмитесь за ручки строим пройдите туда строим пройдите сюда то есть послушных исполнителей потом идем в школу что говорят в школе а то же самое мы воспитываем послушных исполнителей попадаем в вуз что в вузе вас кто-нибудь в вузе учил руководить нет но служи учат одним тому как надо исполнять то есть как что-то делать самому неважно лечить проектировать летать мы учим как делать самому что второе какое доучивание система доучивания ну не знаю там наставничество вузы мбей там еще чего то там то есть существующие технологии обучения руководителей они во первых рассчитаны на очное обучение они во вторых рассчитаны на обучение индивидуально или в малых группах то есть малая группа в моем понимании это там-то несколько десятков человек и кого из великих не спроси сколько нужно лет чтобы стать руководителем все это ну хотя бы три четыре пять и дальше до бесконечности такое отсюда следствие все недовольны плохими руководителями но никто не знает как быстро научить хороших то есть да все понимают самоучки пришли откуда взять хороших никто не понимает если вы с этим согласны поставьте плюс если не согласны напишите минус или собственное мнение что нет не согласен утверждаю что не так а вот так потому что это база тот кто был в пионерской комсомольских организация прошел школу организаторов но это разве что если он был начальником комсомольского бюро то есть если он был до организаторских должностях это я вас умоляю сколько там таких райкомовцев было его учили как отчетно сделать так хорошо но это хорошо что еще кто-то помнит что были такие пионерские комсомольские организации так поехали дальше теперь давайте смотреть что мы с этим будем делать тема семинара как меньшими усилиями добиваться большего в теле и все вообще просто элементарно просто во первых нужно правильно ставить цели заниматься важными делами а во вторых всю работу по достижении цели делегировать подчиненным а самому заниматься интересной работой по вы по постановке цели стратегия управления и так далее красиво в теории а на практике а на практике возникают сложности потому что сразу же возникают сложности с тем как из многочисленной кучи дел выбрать важная а во-вторых мы задаем вопрос а как же собственно вот это самое делегировать работу подчиненным все с этим согласны что главный вопрос в практике ответьте мне в чате пожалуйста тогда давайте я вам расскажу сначала о сути решения которая придумала бизнес школа fast management а потом уже разнесли поподробнее то что мы придумали состоит из двух частей часть номер один называется fast management это технологии быстрого обучения управления быстрое обучение в моем понимании это когда вместо нескольких лет мы учим несколько месяцев второе это технологию онлайн обучение когда вместо очного когда вам нужно приехать черт знает куда и для этого уйти с работы на какое-то время и заниматься чем-то абстрактным мы переходим к онлайн обучению на рабочих местах которые по эффективности не хуже а то и лучше очного обучения вот это суть решения технологии быстрого обучения плюс технологии обучения онлайн интерактивного если это вам понятно поставьте мне пожалуйста по пятибалльной шкале мы начнем это подробно разбирать что такое fast management я сейчас попробую вам рассказать очень очень упрощенно во первых мы делим весь процесс управления на типовые управленческие задачи то есть если мы попробуем это как но не знаю как помните была музыка аналоговая дискретная то есть аналоговая музыка бесконечная сложность если мы попробуем создать формулу которая точно описывает бизнес то мы уходим в какую-то там бесконечную сложность а я то чтобы я придумал я взял и разрезал процесс управления на некие типовые управленческие задачи их уже конечное ограниченное число например типовой задачи там как нанимать персонал как отличить хорошего руководителя от плохого как выбрать важную задачу как ну и так далее вот эти вот типовые управленческие задачи они процентов на 80 90 у всех одинаковые есть конечно специфика для разных областей деятельности но не настолько большая так второе вместо новых знаний нету по фаст менеджмент идеального руководителя вообще есть человек соответствующий определенной должности и вот есть некое состояние человек мыслит и действует так как нужно на этой должности поэтому нету просто новых знаний есть так называемый фазовый переход с одной должности на другую и мы четко разделяем вот это знание нужны для того чтобы на этой должности совершенствоваться а вот это знание которое необходимы для перехода с одной должности на другую в результате получается что управление это некие соответствующие должности образ мышления и плюс некоторый набор освоенных приемов управленческие вот как управленческие кубики из которых вы можете собрать нужный вам удобный для вас стиль управления вам понятно что такое фаст менеджмент по-крупному ответьте мне пожалуйста по 10-балль что такое онлайн маховик обучения маховик обучения это то что человек не может учиться просто слушая что-то вы наверное ходили на разные тренинги вам рассказывали что из однократно услышанного человек воспринимает сейчас 80 процентов а через три недели там 20 или 15 неважно мало еще он воспринимает то что он увидел или то что он сделал и что-то в этом роде сталкивались таким с такой вот информация ответим и пожалуйста так вот для того чтобы вы что-то поняли и усвоили нужно запустить определенный процесс сначала он идет очень сложно очень трудно как маховик вот он тяжелый ты пытаешься его стронуть место он вообще не идет во первых нужны знания до знания вы получаете их на время во время ну допустим вебинаров потом нужны действия то есть под каждый кусочек знания порезаны на кусочки человек не может сразу много переварить вот вы приходите на какой-нибудь там тренинг а вам раз за восемь часов на пхали три книжки толстые и все и не сварение в мозгу а если вам эти знания этого слона порезать на кусочки не больше часа чтобы так можно было переварить и каждому кусочку задание иди на своем месте его внедри вы начинаете эти действия совершать на своей должности его сразу же либо появляются результаты либо появляются вопросы а почему у меня не вяжутся и вот под вот эти вопросы должна появиться обратная связь обратная связь это обсуждение это экспертная поддержка вам говорят а у вас вот здесь не влезла потому что вот тут вы не учли вот это и вот это сделали ошибочку вы пошли ошибочку исправили получили результат вы сказали а вон она оказывается как надо делать из-за одной других точно так же как и вас проконтролировали вы проконтролировали других и пришли на следующую порцию знаний совершили следующее действие и опять получили обратные связи опять обсудили и пошел маховик закручивается действия определенный ритм отчет о событиях а публичное обсуждение своих и чужих решений нас же в школе этому не учили нам говорили что мы разбираем у доски только то что плохое а если отличнику скажут сейчас его хорошо сделано и задание публично у доски будут обсуждать так как личник может и в обморок упасть так как сейчас в обморок падают наши обычные руководители когда им на часто говорит ну давайте сейчас мы рассмотрим какие решения вы приняли и обсудим их публично и народ падает в обморок и вот такой маховик закручивается и люди привыкают что их решение можно публично обсуждать теряется страх и появляются возможности чужие решения обсуждать и в процессе как там петр первый говорил чтобы дурь каждого видна была мы начинаем видеть с кем мы работаем человек в действиях проявляется ну и заодно знания сразу же внедряются вопрос по десятибалльной шкале вам понятно что такое онлайн маховик обучения ну понятно что вы не знаете как это работает но что зачем и принцип действия понятен поехали дальше это дает очень интересный результат то есть есть статистика что 78 процентов наших учеников добиваются успеха сразу возникает отвечаю на вопрос почему именно столько а потому что в среднем столько делают задания а 22 процента задание не делают то есть они просто это слушают ну как люди сериалы смотрят они слушают знания накапливают но не делают кто не делает тот результаты не получает а сейчас получается что как ты делаешь задания во первых ты работаешь в своем собственном кейсе не в неком абстрактном примере который выдумал тренер а на своей собственной должности со своей собственной целью в результате у тебя работа и обучение это один и тот же процесс то есть и свое домашнее задание можешь делать на рабочем месте в рабочее время они после работы что-то там изобретать а второе выполняя учебное задание то улучшаешь свои рабочий результат если это понятно поставьте мне пожалуйста единичку вторая глобальная причина что первично что вторично первично добиться цели то есть наша задача в процессе обучения не научить вас обучение это побочный результат деятельности наша задача помочь вам добиться целей которую вы выбрали в начале обучения что получается в результате результате получается что вот есть некий процесс найти обычный процесс вот как происходит в обычном мире сначала вы должны что-то новое узнать знание потом вас учат значит эти знания вы должны научиться мыслить так как вот в новом состоянии после того как вы уже мыслите в новом состоянии ну допустим хочу стать богатым хочу научиться мыслить как богатый человек я начинаю действовать как богатый человек и после этого я только получаю какие-то результаты то есть результат появляется на четвертом шаге первый шаг знания второй шаг мышление третий шаг действия четвертый шаг результаты если вы логику за мной отслеживаете поставьте мне пожалуйста четверку четвертый шаг результат на четвертом шаге мы действуем совершенно по-другому мы даем кусочек знания еще не все знания только кусочек и сразу требуем выполнять задание то есть совершать действие то есть первично действия ты может еще не понял но вот иди и сделай вот так вот так и вот так и если как бы ты хорошо делаешь что ты получаешь результат сразу на втором шаге если в тебе не повезло или ситуация сложная или еще чего-нибудь то ты приходишь со своими вопросами получаешь корректировку то есть третий шаг корректировка на четвертом шаге ты снова идешь уже совершаешь корректированные действия и ты снова получаешь результат то есть на втором и на пятом после того как ты привык уже действовать так ты автоматически начинаешь через какое-то время и мысли также и уже в самом самом конце после этого человек сделал него получилось разобрал или еще чего-то там а вот она оказывается как работает вот тут приходят знания первый вопрос принцип вам понятен если понятен поставьте мне пожалуйста по пятибалльной шкале насколько вам понятен чем отличие ну и самый главный вопрос а вы готовы задание делать если вы в такую систему попадете или будете втыкать в потолок если готовы поставьте мне плюс не готовы поставьте минус главный выбор который каждый сделает часа на расскажу на самом-то деле всего было сто процентов людей которые заинтересовались но из них восемьдесят восемь процентов заинтересовались и прошли мимо и только двенадцать процентов это те кто принимают решение в чем-то участвовать а вот из этих двенадцать семьдесят сколько там у нас было 70 сколько-то там делают задание остальные не делают задание и реально вот эта цифра видите 29 процентов только получается результат поэтому перед тем как мы сейчас погрузимся уже в саму технологию вы мне поставьте пожалуйста номер группу вы в какую хотите вообще попадать группу кто кто интересуется которые делают или которые только слушают если у вас по каким-то причинам видео нет просто обновите картинку это все-таки вебинар то есть может там что-то не то просто обновите картинку или выйдите и снова войдите по ссылке так поехали дальше я вас уже нормально нагрузил теперь давайте уже поговорим о том что можно сделать сейчас и первое что я должен вам сказать что общественное мнение о бизнесе и управлении практически всегда неправильно почему это происходит да потому что те кто являются лидерами мнений те кто формируют общественное мнение а кто это формирует журналисты и писатели телеведущие певцы и артисты то есть те кто на слуху публичные люди подавляющем большинстве они не являются владельцами бизнеса они не являются управленцами ничего об этом не знают поэтому либо они вольно фантазируют на эту тему либо они заведомо врут на эту тему или то или другое но суть от этого не меняется информация общеизвестная неправильно поэтому чтобы управлять людьми и бизнесом надо учиться видеть истинную картину и это истинная картина как правило не совпадает с общеизвестной картинкой то есть вам нужно учиться думать и делать выводы самостоятельно раз и после того как вы это сделаете вам нужно учиться делать наперекор общественному мнению если это понятно поставьте мне пожалуйста плюс то есть все что знает ваши соседи или то что написано в книжках ну книжки разные бывают а то что там знают все как правило это полная фигня сегодня мы ну немножко из этой темы порассказываем если вы будете вместе со мной учиться то вы очень много узнаете об этом сейчас я вам приведу пример иллюзии номер один я буду приводить его так стратегия большинства или фаст менеджмент стратегия большинства следующие люди ищут секреты люди хотят новые никому не известные знания и поэтому очень хорошо идут всякие заголовочки типа секреты бизнеса секреты управления знания известные немногим и так далее сталкивались таким если сталкивались поставьте мне единичку если не сталкивались поставьте минус то есть на секреты люди ведутся ой как ведутся но на самом деле это все технология из поза поза прошлого века когда знаний было немного когда они очень тяжело передавались когда не было письменности и только там устное предание от отца сыну до тогда знаний был недостаток по фаст менеджмент сейчас в мире переизбыток знаний сейчас на самом деле нужны не новые знания то есть вы большинство знаний знаете уже а на самом деле из огромного океана известных знаний нужно выбрать тот минимум который нужно сделать вот только это и все остальное не надо и вот этого достаточно чтобы ты добился цели разница понятна оцените мне пожалуйста по десятибалльной шкале то есть вместо того чтобы бежать в сторону ой вот этого вы еще не знаете мы говорим вот это вы знаете но вы не знаете какое из этих знаний выбрать а нужно выбрать только первое второе и седьмое остальное можно вообще не делать вот вам пример первой иллюзии поехали дальше как пример я вам сейчас расскажу базовые компетенции перехода из одного состояния управленца в другое тут конечно не абсолютная вся таблица должностей я вот взял только линейный менеджер менеджер среднего звена и три варианта директора из малого среднего и крупного бизнеса и некоторые ключевые компетенции ключевые компетенции наличие которых определяет попадание на эту должность или вообще соответствие это должность все меня слушают поставьте плюс пожалуйста сейчас я это расскажу подробно вот берем например линейного менеджера линейный менеджер это тот который управляет исполнителями то есть ниже него руководителей нет ключевая компетенция для линейного менеджера управление сотрудниками и все в самом минимальном уровне если он умеет управлять сотрудниками он уже должности соответствует в самом минимальном уровне ему ничего новому самому придумывать не надо то есть он выслушал распоряжение начальника он это распоряжение конвертировал в управление своими сотрудниками и сотрудники пошли сделали то что от них хочет начальство все он уже полезный руководитель и во многих крупных компаниях что такое крупные ну там сетевые супермаркеты или что-то в этом роде то есть на самых минимальных должностях есть компании которая этого достаточно нет не надо умничать не надо и цити вничать вот только это сделай и все уже будет хорошо есть конечно и развивающие компетенции то есть например если линейный менеджер кроме управления сотрудников еще научиться там планировать ресурсы строить бюджет и там финансовый еще что-нибудь в этой области управляет рисовать планы там проводить совещание делать презентации он будет более полезным для компании сотрудникам но а только от одного этого он не переходит в другую должность он остается на этой должности это всем понятно если понятно поставьте мне единичку то есть это ключевая компетенция если она есть должности соответствует нет не соответствует теперь берем менеджер среднего звена кто такой менеджер среднего звена это тот который находится посредине между линейным и высшим руководством то есть он уже управляет руководителями они исполнителями но при этом сам еще не является высшим руководством он где-то находится посредине поэтому у нас его называют менеджер среднего звена на западе называют middle manager какие ключевые компетенции нужны для него во первых ему еще нужно управление сотрудниками потому что кроме руководителей ему все еще подчинены отдельные сотрудники какие-то эксперты там отдельно стоящие какие-то исполнители но теперь для него ключевым является отношение с другими руководителями внизу под ним руководители сбоку у него коллеги тоже руководители других подразделений с которыми нужно строить отношения наверху у него начальство и с ним тоже нужно строить отношения соответственно если он не умеет строить отношения с другими руководителями человек с этой должности вылетит и вылетит очень быстро это всем понятно поставьте мне пожалуйста двоечку если понятно третья необходимая вещь для него это понимать знание в области стратегии развития компании почему это так важно а он должен понимать что от него компании потребуются завтра то есть он должен понимать по каким законам развивается его компания чего компания хочет от него сегодня и чего компания захочет от него завтра если он это будет понимать он может заранее этому научиться если он этого не будет понимать компания пробежит мимо него а он останется на той же должности на которой был то есть он не успеет развиваться вместе с компанией он не сможет оказаться в нужное время в нужном месте если это вам понятно поставьте мне пожалуйста цифру 3 что у нас результате получается теперь получается что линейный менеджер который хочет стать менеджером среднего звена кроме управления сотрудниками должен научиться управлению другими руководителями и стратегии развития компаний если он этого не сделает он менеджером среднего звена не станет никогда а если даже его случайно на эту должности назначат неважно по какому принципу по блату или там потом вы за выслугу лет то он не будет соответственно должности менеджера среднего звена и не будет на ней успешны вот это мне пожалуйста по десятибалльной шкале оцените насколько вы поняли значимость происходящего и как только линейный менеджер показывает то есть наша практика показывает что как только линейный менеджер демонстрирует на нашем голодном рынке даже не полностью даже не идеальное соответствие этим знаниям а хотя бы показывает что он что-то делает в этом направлении его немедленно повышают должности поехали дальше берем директора малого бизнеса смотрите управление сотрудникам ему нужно а управление другими руководителями еще нет почему а бизнес мало и там работает пару десятков человек там руководителей кроме директора еще нет поэтому для него управление другими руководителями не принципиально стратегия развития компаний очень нужна потому что он должен понимать как он будет свой бизнес выращивать но еще более важно управление стартапа что такое управление стартапом малый бизнес на самом деле это еще не бизнес это еще не компания это как бы зародыш компании просто потому что есть общая бизнес идея есть как бы запах денег но нету понимания как эти деньги взять мы не понимаем какой у нас продукт мы не понимаем толком кто наши клиенты только очень приблизительно и управление стартапом это по сути дела многочисленные эксперименты которые должна произвести компания экспериментируя с продуктами с клиентами с технологиями продаж технологиями производства пока она не найдет удачную комбинацию что вот именно этот продукт продаем этим клиентам по такой-то цене его так-то а все остальное это фигня и романтика и клиенты не начнут выстраиваться в бешеную очередь и компания не начнет бурно расти так вот как это делать это и есть технологии управления стартапом это все что нужно директору малого бизнеса для счастья если это вам понятенном поставьте мне пожалуйста дмб директор малого бизнеса специально обращаю ваше внимание что не линейный менеджер не менеджер среднего звена технологии управления стартапом не владеют и поэтому у них иллюзия что они крутые опытные руководители а когда они из большой компании уходят в собственный малый бизнес или уходят директором малый бизнес то вдруг выясняется что вот этого управления стартапом у них нету и поэтому у них большие сложности очень большие сложности бизнес сразу же начинает лихорадить это всем понятно по пятибалльной шкале оцените мне пожалуйста вот кстати очень интересное показательное вы посчитаете сколько у нас участников сейчас в нашем вебинаре и какой процент этих участников реагируют то есть пишут отзывы в чат и потом посчитайте вы где вы в какой группе сейчас находитесь едем дальше директор среднего бизнеса что нужно директору среднего бизнеса вот тут уже интересно управление сотрудникам ему еще нужно потому что у него еще какие-то подчиненные есть но имеется ввиду отдельные сотрудники отношения с другими руководителями однозначно нужно потому что уже появились начальники отделов и с этим что-то надо делать стратегия развития компаний до управления стартапом нет почему нет а потому что бизнес уже начал расти раз бизнес из малого бизнеса стал средним раз бизнес стал средним значит он уже растет и то что нужно директору это нужно управление растущим бизнесом но это еще не все в размере среднего бизнеса есть уже появляется разделение на руководителя наемного руководителя и на владельца и соответственно директору среднего бизнеса уже нужно уметь строить отношения с акционерами с владельцами если он не будет уметь строить отношения его выгонят из позиции директора как бы хорош он не был на этом месте специально для маленьких девочек кто там лукьянова светлана медведева надежда это не отзывы это реакция на ваши стимулы как в белых мышек вот все ботаники так светлана и думают вот эти ботаники которые знания я сижу здесь самое умное я лучше знаю что хорошего мне сказал тренера что плохого поэтому буду делать а вот это буду не делать это ошибка это иллюзия вы точно так же и с заданиями в реальной жизни будете решать что сделать что не сделать а помните мы по технологии говорили вы сначала делаете а потом понимаете что это такое получаете результат вернее даже сначала делаете потом получаете результаты а только потом поймете что это было и зачем это нужно позицию вы выбираете сами на вам сразу говорю что позиция при которой я столько слушаю эта позиция не конструктивная к результатам она не приводит так ладно на этом все давайте еще рассмотрим директора крупного бизнеса что какие компетенции нужны директору крупного бизнеса управление сотрудниками ему уже практически не нужно у него из сотрудников может это зашу личная секретарша осталась водитель там или кто-то то или может быть в критической ситуации отношения с другими руководителями однозначно да потому что вокруг него уже вообще одни руководители стратегия развития компаний нужно потому что он компания развивается все больше и больше и больше управление стартапом не нужно управление растущим бизнесом тоже не нужно потому что он вырос потому что мы сейчас уже управляем бизнесом на стабильном рынке если раньше когда мы были средним бизнесом мы могли расти на 30 процентов или на сто процентов в год то когда мы стали крупным бизнесом мы уже на стабильном рынке отгрызаем у конкурента доли процента рынка и считаем что это здорово это всем понятно ответьте мне в чате пожалуйста а а вот отношения с акционерами уже становится важнейшим важнейшим элементом для директора крупного бизнеса потому что они определяют ну будет он директором или нет потому что уже политика руководство компании становится настолько сложным и неочевидным делом что просто так невозможно ну или сложно оценить хороший руководитель или плохой он ведет компанию к успеху или к банкротству и отношения с акционерами показывают успех директора крупного бизнеса как вам такая компетенция фазового перехода оцените мне пожалуйста по десятибальной шкале вот вот теперь понятно по ней что если ты линейный менеджер то сначала тебе нужно научиться управлять сотрудниками если ты при этом еще директор малого бизнеса то нужно дополнительно изучить стратегию развития компании управление стартапом а если ты хочешь стать менеджером среднего звена то нужно в первую очередь учить отношения с другим руководителям и стратегию развития компаний и вот здесь вот появляется помните мы говорили фазовый переход с какой должности на какую ты хочешь перейти и какие компетенции тебе для этого нужны нужны да совершенно верно сахарова анастасия теперь вы понимаете что когда вы приходите из малого бизнеса сэмби сэмбией то в мбей учат крупному бизнесу вас там могут научить либо стать директором крупного бизнеса либо стать начальником отдела в крупном бизнесе в малом бизнесе ничего не получится сэмби ладно поехали дальше что можно сделать сегодня сегодня можно понять суть технологии видите мы уже начали сделать первые шаги почувствовать вживую задать какие-то вопросы получить ответы сделать быстрые результаты получить вы увидите мы сегодня сделаем то что дает быстрые результаты а то что можно сделать завтра это нужно это нужно сделать фазовый переход то есть то что мы сегодня сделаем сегодня вы получите быстрые результаты но это не заставит вас перейти на другую должность или другое состояние для того чтобы это сделать нужна программа программа называется сила руководителя это совместная программа которую мы делаем бизнес-школой битвы базис это будет пятинедельная онлайн программа вот она позволит делать вам переход в состоянии руководитель управляющий подчиненными задача на сегодня и на завтра понятно ответьте мне пожалуйста в чате тогда погружаемся в сегодня пример иллюзии номер два что главнее стратегия большинства или общеизвестные делают упор на технологию делают упор на фишки ой смотрите какая штучка классная ой лайфхаки ой фишки ой то и сего 5 10 все на это обратили внимание если обратили поставьте мне пожалуйста единичку любые продажные статьи и прочее 7 способов тра-та-та-та-та-та 5 вариантов мышления успешного миллионера и так далее технология fast management это сначала образ мышления то есть вам сначала нужно понять как думать на этом уровне и только после этого вы поймете какие примеры нужно применять сейчас я вам сейчас приведу пример но сначала вы мне ответьте пожалуйста двоечка то есть сначала образ мышления сейчас я вам приведу пример вот технология 9 шагов к результатам вот это универсальная технология как добиться результатов от своих подчиненных давайте я вам сейчас ее упрощенно объясню во первых надо определить желаемые результаты то есть нужно понять а чего вы хотите какая у вас цель что должны сделать ваши подчиненные чтобы вон там выпал желаемый результат и какой он должен быть после этого нужно дорогу к цели разбить на некоторые этапы помните как мы слона едим по частям очень редко бывает что можно сразу одним прыжком запрыгнуть на пятый этаж скорее всего нужно подниматься по лестнице по ступенькам и это и есть какие-то этапы то есть вам нужно разбить дорогу на определенные этапы пункт 3 нужно добиться подчинения от своих сотрудников это не очевидный шаг или вернее это не очевидный этап поэтому очень многие жалуются что я им приказываю а они меня не слушают но на самом деле первое что делает руководитель или экзамен руководителя в отношениях с подчиненных он должен захватить власть и добиться подчинения то есть он должен сделать так чтобы они его приказы выполняли пока они приказы не выполняют у вас на самом деле нету подчиненных у вас есть какие-то враги диверсанты которые сидят на рабочих местах делают что хотят а вы отвечаете за результаты их поведения это понятно если понятно напишите мне тройку в чат как вы добьетесь подчинения на самом деле не имеет значения вы можете их уговорить вы можете их запугать вы можете добиться силой вы можете вдохновить вот это вот уже тактика как вы это сделаете главное что вы должны от них добиться подчинения пункт четвертый нужно после того как вы добились подчинения вот тут вы уже можете распределить дела между подчиненными вот эти самые ваши этапы разобьете на задачи под задачи и как-то между подчиненными раскидаете я надеюсь всем понятно что пока вы не добились подчинения раскидывать дела между подчиненными не имеет смысла потому что они все равно делать не будут пункт пятый нужно обеспечить их работу крайне редко подчиненные могут сразу же делать дела без подготовки обычно их как-то нужно обеспечить может сырье подвести может их обучить надо может им нужно дать формальную команду может нужно наделить их полномочиями может нужно им дать подчиненных уже им функциональный в общем я не знаю что нужно сделать в каком-то вашем бизнесе но пункт пятый пока вы их не обеспечите они работать не начнут пункт шестой измерять и контролировать нужно проверять насколько хорошо у них получается причем типичная ошибка у всех начинающих руководителей является том что они это в принципе понимают что нужно контролировать но приходят контролировать только в самом конце когда уже поздно ну давайте самый простейший пример вы дали подчиненному задание выкопать канаву и прикинули что он ее должен копать неделю так вот плохой руководитель придет проверять выкопана ли канава в пятницу вечером если она выкопана хорошо если не выкопана то он может сам вешаться потому что времени на то чтобы принять какие-то меры уже нет а хороший руководитель придет контролировать в понедельник вечером и проверит если канава выкопана на одну пятую хорошо если на одну четвертую то есть с запасом вообще отлично если не выкопана или выкопана не туда или выкопана плохо то у него впереди еще целых четыре дня для того чтобы как-то на это отреагировать дать по шее этому подчиненному или может быть его закопать в этой же канаве а задачу дать кому-нибудь другому если это значение этого пункта вам понятно поставьте меня пожалуйста в чате 6 типичная ошибка на этом уровне заключается в том что руководитель планирует себе эту работу но время под нее выделить сам себе забывает и в план своих действий не включает то есть он это делает по принципу неплохо было бы но у каждого из нас список дел пока стремится к бесконечности поэтому если вы себе в план не включили в понедельник вечером сходить и посмотреть что там с канавой то вы туда не сходите и не проконтролировали и благие желания так и пропадут если это понятно поставьте мне пожалуйста плюс седьмое мероприятие нужно проводить регулярные мероприятия по повышению эффективности своих подчиненных даже если вы не будете их регулярно учить то даже если вы хотя бы там раз в какое-то время предположим в неделю будете их вместе собирать и задавать им вопрос на тему что такого мы можем придумать чтобы как-то улучшить нашу деятельность то это уже приведет к каким-то положительным последствиям а если вы это будете делать целенаправленно да еще сами на эту тему будете думать то эффективность вашей команды будет расти если это понятно поставьте мне пожалуйста 7 пункт номер восемь вам нужно создавать команду способную справиться что это означает это означает что как правило в начале пути вот то что те подчиненные которые у вас есть они мало напоминают команду способную справиться вот предположим вы руководитель отдела продаж вам нужно продать на пятьдесят тысяч единиц в месяц а у вас в распоряжении два хилых продавца каждый из которых продает в лучшем случае на пять тысяч два умножить на пять равно десять то есть у вас есть команда которая не очень способна справиться с задачей которая перед вами стоит и для того чтобы она справиться могла вам нужно либо этих обучить чтобы они продавали не на пять а на двадцать пять каждый тогда уже вы будете у вас будет команда на пятьдесят а может быть нанять еще десять таких каждые по пять и будет уже пять шестьдесят у вас а может быть и нанять и научить ну в общем вам как руководителю нужно совершать над своей командой какие-то действия чтобы способности команды соответствовали поставленные задачи если этот этап понятен поставьте мне пожалуйста восемь девятый пункт он еще более веселый он называется держать фокус на цели чтобы было понятно что это такое давайте я вам расскажу одну небольшую историю одна девушка которую только-только назначили замдиректора небольшой компании она пришла к нам в программу с задачей стать ну достойным исполнительным директором на которую директор можно в смысле владелец может ну который может владелец доверять и доверять ей свою компанию а не бегать у него на побегушках вот это у нее такая цель была на входе она ее поставила себе пунктом номер один она разбила дорогу к цели на этапы и побежала реализовывать а ближе к концу программы она уже жаловалась ну когда я спрашиваю какие у нее проблемы она жаловалась что директор уже в третий раз или во второй бросил на меня компанию уже и уехал там на отдых я устала мне тяжело тра-та-та-та-та что это означает это означает что она своей цели достигла не заметила ее и побежала дальше уже без следующей цели то есть ваша цель может меняться в процессе работы вы можете ее достичь и не заметите этого вы можете она может как-то измениться и вам нужно будет соответственно свою работу тоже изменить вам нужно держать фокус на цели вам нужно не забывать зачем вы все это делаете и тогда я вас уверяю вы достигнете цели своевременно поставите себе новую цель и так далее понятно технология ответьте мне в чате пожалуйста так хорошо теперь оцените ее масштаб и значимость для себя по десятибалльной шкале по цифрах пожалуйста что здесь было такого чего вы еще не знали не умели ну а ничего такого особенного ну некоторые вещи да вы не знали на самом деле это не более чем технология без образа мышления она не работает ее даже оценить без образа мышления нельзя вот если бы вы просто на нее посмотрели без моего звукового сопровождения скорее всего она вообще на вас не произвела впечатление давайте теперь добавим образ мышления руководителя вот теперь вы сможете добавить еще и интересного и так признаки успешного руководителя вот видите поплыла презентация значит смотрите у руководителя есть четыре признака успешности и есть еще один признак соответствия должности он соответствует должности когда добивается желаемых результатов от своих подчиненных и для этого он должен уметь подчиненными управлять это всем понятно ответьте мне пожалуйста то есть это даже не признак успешности это признак соответствия должности теперь давайте посмотрим на признак успешности во первых его ценят и хвалят то есть если вам начальник регулярно матом рассказывает кто тут главный то это не ценят и хвалят ценят и хвалят это когда вас хвалят во вторых вы должны хорошо зарабатывать в третьих успешного руководителя регулярно повышают в должности в нашем понимании регулярно это не реже раза в год видели там какая-то линейка от младшего руководителя до директора крупного предприятия на самом деле там еще больше промежуточных должностей поэтому повышать должны регулярно и это все объясняется тем что проекты этого руководителя решают важнейшие задачи компании то есть он всегда занимается тем что для компании наиболее важно и поэтому его ценят хвалят поэтому ему много платят и регулярно повышают в должности принцип понятен ответьте мне пожалуйста в чате а вот теперь мне пожалуйста цифрами обозначьте а сколько этих признаков успешного руководителя есть у вас да 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 лично у вас сейчас прямо так через запятую можете писать один два три четыре или допустим два и четыре или допустим только четыре или или сколько не не количество признаков вы номера признаков то есть если кто-то написал четыре это я понимаю я занимаюсь важнейшими задачами компании но меня за это не ценят не хвалят не платят и не повышают в должности так вам видите какая картинка интересная как там интересно девки пляшут хорошо идем дальше идем дальше образ мышления главная задача руководителя организовать работу людей для достижения единой цели соответственно главный результат работы руководителя это коллективные действия это работа единых в смысле работа других людей и достигнута ли ими цель это очень хорошо уже одного этого достаточно для того чтобы оценивать работу других руководителей ну например мы теперь понимаем что главное не то что руководитель собирался то есть не намерение не то что он запланировал не то что он пытался не то что он планировал не то что он рассказывал не то что он мотивировал ну и так далее это подобное главный результат это то что они сделали соответственно если результата нет значит руководитель плохой или жулик может там чиновник добивался того чтобы ему дали взятку взятку дали но он не может это задекларировать как результат своей официальной деятельности он начинает там нести что вот мол мы эту дорогу не заасфальтировали потому что никто мне не помог ну и так далее задача понятна ответьте мне пожалуйста плюс-минус теперь давайте по веселому кто из вас уже когда-нибудь проходил тренинги смотрел видео или что-то читал на тему как правильно ставить цели ну давайте наверно не плюс-минус а один ноль а то эти плюсы как-то размываются о я вижу много таких кто умеет ну во всяком случае знает как надо правильно ставить цель давайте сейчас это немножко проверим сейчас у нас будет небольшая практика возьмите себе задание ручки блокноты и какую-то бумагу на компьютере планшета и прочее не рекомендую не успеете просто записывать потому что мы будем работать в определенном формате нам нужно достучаться до вашего подсознания для этого нужно выключить мозги поэтому мы будем делать наше задание очень быстро и делаться это будет приблизительно следующим образом я вам даю задание у вас в голове возникает какая-то неясная мысль какой-то неясный образ обычно вы его пытаетесь оценивать и сразу рубите на корню а в данном случае в этот неясный образ или эту неясную мысль будете просто быстро записывать и все задание понятно как только готовы поставьте мне пожалуйста плюс я знал что можно начинать все уже готовы где-то мой секундомерчик все поехали ой первое напишите в чате что для вас важнее время или результат вернее подождите мы еще не начали я сейчас объясню о чем идет речь если для вас важно время то вы хотите работать меньше ну допустим вы сейчас уже ваша компания много зарабатывает но вы работаете очень много и вы говорите хочу работать меньше это значит для вас сейчас важно время если результат то значит опишите какой результат ну например зарабатывал миллион хочу 2 вот ваша задача быстро решить что для вас важнее если время то конкретизируйте сколько времени вам нужно в общем это любой дурак ответит а конкретизируйте какая у вас цель ну например я хочу там увеличить объем продажи вдвое нет сколько было сколько стало был миллион хочу 2 вот это мне понятно если время работаю 100 часов в неделю а если снижу до 80 будет хороший результат двоить продажи ох любители умножать на 2 конкретно напишите достижение результата при минимальных затратах времени это вообще не конкретно как вы узнаете что вы его достигли минимальная затрата это сколько ноябре ноябре полтора миллиона уже хорошо за полгода до уже конкретика пошла 2 миллиона хочу 5 в месяц увеличить объем продаж с до отлично ведь вы умеете выражаться конкретно с 12 миллионов месяц до 17 работать не более 50 часов в неделю а сейчас сколько увеличить выработку сотрудников до 120 не вы филькин андрей не морочьте голову вы либо хотите свою загрузку уменьшить либо чужую увеличить и то и другое у вас не получится что-то сначала что-то потом ну допустим если у меня сейчас результата нет то сначала я хочу достичь такого-то результата и для этого мне по готов поработать а когда я его достигну туда уже буду думать как мне самому работать меньше по-другому не работает выход на vip клиентов это не конкретно 10 клиентов таких-то параметров вот это конкретно чувствуете что такое конкретика хорошо хорошо ох фелькин андрей я разделяю свою работу и работу исполнителей если вы понимаете как работу исполнителей сделать такой то тогда для вас уже результат вообще не имеет значения тогда вы думаете временем если вы не понимаете то тогда вам нужно самому много поработать и научиться какое тут у вас время никакого время не сэкономишь тут наоборот инвестируешь время ради получения результата или 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 время или результат так хорошо первая прикидка по времени и по результатам у нас есть теперь добавим о значит результат отлично андрей вот уже первый вывод великолепный значит результат поехали вот теперь записываю время вам нужно быстренько написать цели работы своего подразделения быстро 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 вот пишем цели что делает ваше подразделение и вот эту цель нужно записать у вас запасе всего две минуты помните не думая просто пишем я дал задание у вас мысль возникла и вы ее пишите сначала пишите себе в бумажку а уже потом будете писать мне сюда в чат причем если у вас цель одна то напишите мне в чат если у вас целей много то напишите сколько у вас целей получилось пишем 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 я сказал у вас мысль и вы сюда ее пишите выполнение объемов продаж привлечение новых клиентов с трассляцией никаких проблем нет разработка качественного продукта клиент должен остаться довольным уже две цели продажи привлечение новых клиентов а продажи это больше продать это дороже продать это привлечь новых клиентов это заставить клиента чаще покупать это какая у вас цель по пулях валентина так все вышел поехали дальше теперь теперь я вам хочу сказать два примера целей пока еще не ваши пока примеры со стороны я тут недавно проводил очный семинар и там на нем тоже занимались постановкой целей вот цель номер один владелец писал хочу чтобы мои подчиненные работали так чтобы я получал дивидендов и дальше была цифра столько-то денег в месяц оцените пожалуйста качество цели владельца по десятибальной шкале она вам нравится или что-то мне не так но как интересно 453 а что мне не так кто-то может сформулировать мечтатель ноль вообще отлично нет за счет чего совершенно верно андрей зайцев потому что это цель вообще маленького ребенка задача владельца на уровне владельца он должен придумать бизнес идею которая вообще сформулирует что там нужно делать такого чтобы выпадало столько-то дивидендов хотя бы теоретически потом на уровне руководителя руководитель должен эту бизнес идею трансформировать уже в конкретные результаты в план действий и еще неизвестно выпадет ли оттуда такое-то количество дивидендов и только после этого подчиненные начнут эти действия реализовывать и мы узнаем что там происходит и если цель не совпало с желаемой то нужно либо бизнес идею корректировать а это уровень владельца либо план действий корректировать а это уже уровень руководителя соответственно постановка такой цели владельцем мягко говоря не профессиональная если же мы говорим о том что он сам не знает что они должны сделать чтобы он получал столько-то дивидендов то это вообще как бы как-то намного выше уровня подчиненных то они сами точно не сделают так хорошо надеюсь он знает за счет каких средств да да давайте теперь цель номер два пример цели номер два руководителя дела продаж тоже типичная формулировка хочу чтоб мое подразделение выполнила план продаж оцените пожалуйста качество такой цели по десятибальной шкале нравится она вам ответьте мне в чате пожалуйста 553 он так хорошо 9 4 2 8 так хорошо что в этой цели вам не нравится можно и перевыполнить хотеть не вредно видите как интересно за счет чего поднять план продаж маржа сколько сотрудников совершенно верно вы правильно оцениваете это цель опять-таки не конкретная если мы говорим за счет чего выполнить план продаж то сразу же что я должен сделать сотрудниками чё плеткой помахать пусть побегают нету цифр сроков не конкретно а я бы еще поставил задачу я бы еще оценил по второму параметру то есть вот по первым вы совершенно правы не конкретно а по второму параметру я бы поставил еще вопрос а тебе что с этого если они выполнят план продаж ведь если они выполнят план продаж то ты всего лишь как руководитель отдела продаж соответствуешь занимаемой должности даже на премию не наработал а твоя какая личная цель ты хочешь больше денег ты хочешь перейти на следующую должность то есть нужно задать вопрос а какая личная цель руководителя отдела продаж и тогда задать им другой вопрос а сколько нужно продать для того чтобы это цел стало реальностью и у кого-то выяснится что нужно продать не плана полтора плана у кого-то выяснится что для этой цели вообще не нужно выполнять плана нужно совершать вообще что-то другое это всем понятно ответьте мне пожалуйста по десятибалльной шкале что такое не конкретная цель давайте теперь поговорим есть такая категория важно и неважно из табличка с разделением на важное неважное срочные несрочные дела кто уже знаком с этой табличкой поставьте мне единицу в чате кто не знаком поставьте пожалуйста 0 вы смотрите табличка это известная сама по себе табличка неизвестные здесь нюансы как делить дела на важное и неважное и поэтому пользоваться табличкой которая в теории красиво и хороша а на практике невозможно вот сейчас мы вас я вас и научу как отличать важные дела от неважных хотите если хотите поставьте мне плюсик в чате значит смотрите начнем мы со второй строчки важные и несрочные дела значит это дело которое нужно сделать сегодня чтобы получить результат завтра то есть это дела которые не сегодня дают результат а завтра дают результат вот например как с посевной до чтобы осенью что-то собрать урожай весной нужно что-то посеять вот вам важно но не срочное дело соответственно важно и срочное дело это протухшее дело то есть то которое мы забыли сделать вот здесь видите написано дело которое нужно было сделать вчера чтобы получить результат сегодня но мы вчера его не сделали и а но вот сегодня не просто стучись а нам дверь а выламывает ногой или там мы тем самым и требует чтобы мы его сделали это важно и срочно но это дело не сегодняшнее это дело вчерашние если вам понятно что такое важное и срочное дело поставьте мне пожалуйста букву а не важно неважно но срочное дело это то дело которое могут сделать другие но вы забыли их этому научить и поэтому вынуждены делать сами а она срочная вы не успеваете их уже научить и поэтому делаете сами вот это неважно но срочное дело если это понятие поставьте мне пожалуйста троечку или букву в и наконец самое последнее неважно и не срочные дела обычно это интересные и приятные дела почему интересны ну классно удобно приятно здорово к делу не относятся но они интересны если так понятно теперь давайте посмотрим на какие дела руководитель тратит больше всего времени вот обычно все думают типе вот если вы зададите этот вопрос у меня просто сейчас нету времени задавать вам этот вопрос то вы бы ответили что на важные срочные дела процентов 30 важные не срочные тоже процентов 30 на просто срочные но не важные 40 процентов а приятными делами мы вообще не занимаемся на самом деле если вы согласны приблизительно с этим раскладом поставьте мне пожалуйста единичку на самом деле все происходит с точностью до наоборот важные срочные дела действительно есть то есть есть дела которые важные не протухают и в конце концов все таки они приходят а важные несрочные дела обычно ноль не занимаемся мы важными несрочными делами то есть мы сегодня на завтра ничего не делаем мы все делаем последний момент и поэтому любое срочное дело мы не успеваем делегировать мы делаем его сами чертыхаемся материмся но делаем сами что в результате получается в результате получается что руководитель в текучке сидит пашет как проклятый все за всех доделывает делегировать умеет плохо и сам об этом знает собирается все время заняться важными делами но не успевает и его это бесит до полного психического расстройства и рано или поздно наступает момент когда он говорит а пошло оно все нафиг бросает все дела и для психологической разгрузки начинает заниматься чем-то интересным приятным но к делам не относящимся поэтому неважные и несрочные дела процентов 30 занимают у всех всем понятно реальные расклады ответьте мне пожалуйста как появляются важные и срочные дела как они трансформируются я вам сейчас расскажу предположим у нас сельское хозяйство в начале апреля нужно сеять вот нам нужно для этого подготовиться к пассивной нам нужны какие-то техника люди топлива купить семена подготовить где-то купить и вот начинается январь подготовка к пассивной важное но не срочное дело а у нас есть множество других срочных дел новый год старый новый год рождество еще там что-то пьем гуляем веселимся не срочно февраль все еще важное но не срочная подготовка к пассивной все у нас там есть день влюбленных еще там что-то у нас есть пьем гуляем веселимся март все еще важное но не срочное дело подготовка к пассивной празднуем день женщин пьем гуляем развлекаемся апрель все пора сеять и наше важное но не срочное дело превратилось в важное и срочное да бегом где трактора где семена где топливо кто где тракторист пьяный срочно вывезти его из запоя все побежали важное и срочное пришел май все уже просрочено дело в мае уже можно не сеять в мае появляется новое важное но не срочное дело откуда взять урожай осенью это другое не срочное пока дело принцип понятия на цените мне пожалуйста по десятибалльной шкале а вот теперь быстренько напишите себе какое важное но не срочное дело вам нужно сделать сегодня чтоб вы получили результат завтра быстро быстрем у себя на листочки а после того как написали-угадной листочки напишите мне в чате быстро 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 что вам нужно сделать сегодня чтобы вы получили результат завтра мой как интересно сколько тут все составить тезе на разработку видите как интересно девки пляшут осталось 30 секунд пишем-пишем быстро пишем подготовить документы новый сайт для нового региона он как хорошо так осталось 15 секунд все время вышло потом доделаете теперь мне нужен добровольец у которого работает микрофон потому что я хочу вам показать одну технику я хочу называется смотрите мы сейчас не оцениваем вашу деятельность у меня нет такой задачи и тем более я не знаком с вашим бизнесом и вообще с вашей ситуации я просто вам сейчас показываю что то о чем думаешь что и получаешь если вы думаете как создать систему продаж она у вас конечном итоге появится плохая хорошая неважно какая-то появится если вы думаете о том как приобрести 5 клиентов у вас появится 5 клиентов все спасибо большое сергей и можете отключаться так поехали дальше всем понятно что такое технология я хочу чтобы они когда вы начинаете в этом формате ставить задачу что должны сделать ваши подчиненные очень часто бывает так получается что вам нужно менять цель еще очень часто бывает типичная проблема руководителя бывает так чтобы что он формулирует цель не как процесс не как результата как процесс ну например очень часто это вот про продавцов мы говорим что должны сделать ваши продавцы чтобы продать на такую-то сумму нет они должны быть хорошим они должны выполнять планы они должны тщательно относиться к работе и так далее и тому подобное а у господа вы вообще со мной или вы о чем-то там в чате спорить и мы здесь так очень хорошо поставьте мне пожалуйста плюсик все кто меня сейчас слушают человек не может быть хорошим ему нельзя ставить задачу ты должен выполнять все мои требования предусмотренные должностной инструкции просто потому что у людей бывают достоинства недостатки какие-то требования ему выполнять легко какие-то сложно поэтому мы должны четко формулировать конкретный результат у нас должен появиться продавец у нас должен появиться то у нас должен появиться все у нас должна появиться такая цифра в объемах продаж кстати сразу объявляю вам что если речь идет о том что вы хотите увеличить продажи то готовьтесь к тому что может быть это вообще не вопрос управления сотрудниками только если вы совершенно четко понимаете что нужно для увеличения продаж и вот здесь копай туда бросая они не делают тогда да тогда это вопрос сотрудников а если нужно увеличить продажи я не понимаю как это сделать то это очень может быть вопрос не управления вопрос того вашего за товар а если у вас технология как вы понимаете кто ваши клиенты как вы устраиваете с ними отношения в общем мы уходим в совершенно другое направление это всем понятно если да поставьте мне пожалуйста единичку проблема самому выделить свою правильную цель практически невозможно мы всегда тонем во множестве задач опять таки пример сергеем только что я надеюсь вам это показал до нашего разговора он ставил свои задачи пять клиентов после нашего разговора экспертного он же задумался на тему что надо все таки создавать отдел продаж это две совершенно разные цели поэтому опыт показывает что человеку почти всегда нужно внешняя цель для того что внешняя помощь для того чтобы вы свою цель обозначили поэтому программе сила руководителя каждый будет сначала ставить свою цель во первых с помощью упражнений во вторых с помощью экспертной поддержки сначала поставить цель потом ее будет с помощью программы достигать это всем понятно ответим не учайте пожалуйста без цели любое обучение любая проектная работа не имеет смысла поэтому мы всегда начинаем с цели а вот теперь давайте обратную связь скажите пожалуйста или верните напишите пожалуйста что из того что вы сегодня узнали произвело на вас наибольшее впечатление удивило разозлило сделала вам приятный сюрприз открыла глаза неважно что именно савина елена пока ничего интересно что час на цель не это на своей цели признаки успешного руководителя табличка про успешность руководителей да признаки успешного руководителя интересно да да самое время думать и подводить итоги для себя и для так табличка компетенции да вы правы это мы на передовом уровне обучение через обратную связь сложность выбора правильной цели очень хорошо важно и неважно да вы совершенно правы это новое прочтение без этого очень трудно важно и отделить открыла глаза что при поговоривании обсуждение цели и задачи могут меняться вы совершенно правы пока что то лежит у вас в голове оно кажется идеальным все хорошо вяжется но как только вы это написали уже и можете критически на это посмотреть уже есть вопросы а когда вы пытаетесь это объяснить другому человеку вообще открытие а еще он со стороны с высоты своего экспертного опыта что-то у вас просил вообще бомба на эту тему кстати есть множество анекдотов хотите расскажу встречаются две учительницы начальной школе одна из них учительница математики ну что-то там пьют и она жалуется своей подружке представляешь такие дебилы в красе я им три раза рассказала сама уже поняла а они все еще не понимают вот так работает этот механизм ты рассказываешь другому человеку отвечаешь на вопросы и вдруг выясняется что на самом деле здесь не так а вот так да вот этот помните элемент маховика обратная связь и корректировка вот это так работает значит к чему я это все сейчас рассказывал большое спасибо за обратную связь к тому что если вы хотя бы немножко поняли что такое фаст менеджмент и система маховика то вы наверное и поняли что вы можете добиться намного больших результатов чем сегодня если пройдете программу сила руководителя как добиваться результатов по управлению подчиненными она стартует 23 ноября то есть буквально на следующей неделе длится пять недель вы как раз успеете ее пройти до ну до начала новогодних праздников Андрей брось пожалуйста в ссылку на описание регистрации потому что здесь она не работает брось пожалуйста ссылку в чат что можно получить от участия можно получить действительно меньше усилий и времени на обязанности руководителя если это для вас важно именно время Андрей не вижу ссылки в чате можно увеличить производительность вашего труда можно больше времени получить на новые идеи и стратегические задачи почему я говорю больше потому что смотрите как происходит выгорание руководителя я уже не говорю сейчас даже про директора про владельца бизнеса даже на меньшем уровне сначала вас назначают руководителем подъем и все такое прочее ура я руководитель мне дают подчиненных я с ними что-то начинаю делать потом я начинаю им как мы говорим на нашем жаргоне переставлять ноги то есть пытаюсь им подсказать что и как они должны делать потом я начинаю за них доделывать потому что они дебилы как мы сейчас теперь все понимаем не обученные да и мы никак не можем сделать так чтобы они поняли чего мы от них хотим и сделали это вместо этого мы от них получаем некий сырой результат и потом мы пашем 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 вместо них доделывая и вот эта рутина нас задал бывает поэтому как только вы приобретаете навыки сбрасываете рутину на подчиненных у вас во первых сразу же появляется свободное время и это время это не обязательно вы пальцем носу ковыряетесь это время вы можете совершенно спокойно потратить на более интересные задачи связанные со своей должностью на планирование на отвлечение важного от неважного ссылка появилась в чате на то чтобы задуматься о том как развивать бизнес или как развивать свою команду на то чтобы контролировать и обеспечивать короче на более интересные дела это всем понятно как это работает ответьте мне в чате пожалуйста то есть мы не работаем меньше меньше работать невозможно то есть только наивные думают что вот у меня сейчас в бизнесе 5 человек и я буду управлять 4 часа в неделю этим бизнесом с другого конца земного шара и они сами вырастут до 4 тысяч да сейчас нет сначала мы туда хорошего руководителя наймем проследим за тем чтобы создаваясь основы бизнеса все эти там бизнес идеи и планы и прочее сформируем команду и научим команду работать самостоятельно и только после этого мы можем от этой команды как-то там далеко или не очень отходить и наблюдать как она работает самостоятельно начнут на себя работать без постоянного руководства нет это иллюзии человеку даже в компании сложно работать когда ему подсказывают чем заниматься и что делать работать на себя это резкое усложнение бизнеса и резкое повышение ответственности или дебильная организация бизнеса опять таки приведу пример один из клиентов занимался полиграфией ну то есть типографии продавцы так вот он ставил продавцам задачу что если приходит заказ который на их оборудовании выполнить невозможно то обязанность продавца первое найти подрядчика на стороне второе самому разместить заказ у этого подрядчика третье самому взять у клиента деньги рассчитаться с подрядчиком четвертое прибыль принести директору вопрос в зал если продавца изначально поставили в условия что он сам все делает в этом бизнесе как долго сколько времени ему понадобится на то чтобы до него дошло что он фактически работает в самостоятельном бизнесе и только почему то как дурак делится с существующим директором вместо того чтобы работать полностью на себя а лиды откуда а лиды разными дорогами приходят в том конкретном бизнесе лиды он должен был сам находить ну текущим продавцам обычно требуется а лиды до трех месяцев самым тупым чтобы понять что они по сути дела работают на себя и поэтому текучка там была с периодичностью 3 месяца то есть продавец приходил 3 месяца отрабатывал и уходил на вольные хлеба ему вечно нужны были новые продавцы но это проблема не в продавцах это проблема в организации бизнеса и конкуренты плодились пачками да совершенно верно три варианта участия есть в этой программе вы это увидите есть вариант стандарт есть вариант big boss есть вариант vip вариант по обучению в программе эти варианты ничем между собой не отличаются то есть учитесь в одинаково смотрите видео лекция потом приходите на обратную связь ко мне и мы рассматриваем ваши кейсы в открытом эфире но в варианте big boss есть еще один большой тренинг это был совместный тренинг меня и Андрея он называется большой бизнес прорыв полноценная трехмесячная программа причем что интересно если вы обратите внимание то суть моей работы это то что я учу как выращивать бизнес дерево а например Андрей веселов которого вы все знаете он учит как из этого дерева потом выжимать соки так вот большой бизнес прорыв это был один из немногих тренингов которые мы проводили совместно каждый со своей точки зрения и там есть большой 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 массив видео разборов практических кейсов и так далее которые можно получить в дополнение в комплекте big boss комплект в стандарте вип есть еще моя персональная консультация по вашему вопросу потому что давайте говорить откровенно это программа групповая а в комплекте вести эксперсональная консультация обратите внимание что выгодная цена есть только в комплекте big boss и в комплекте стандарт если вы зарегистрируетесь сегодня то у вас есть шанс его взять дешевле чем через неделю или сколько-то там осталось до старта цена вип они меняются потому что персональных консультаций я даю очень немного так что еще есть еще я могу ответить на ваши вопросы если они у вас есть давайте так первые три вопроса кто хочет что-то спросить пишите вопрос в чате я буду отвечая отвечу голосом но потом расскажу о каких подарках идет речь да конечно спасибо федор за замечательный вебинар для меня по крайней мере таблица компетенции была новой я никогда не думал над тем что так можно смотреть вот и дополнительные бонусы здесь вместо крестиков нужно было бы поставить плюсики чтобы было более понятно там где крестик это плюсик значит оно есть и вот дополнительные бонусы заранее регистрация на тренинг силы руководителя это вот по ней понятно что большой бизнес прорыв это слишком большой тренинг 13 видео тренингов от свет федора вебинаров с упражнениями в конце 13 от меня этого 26 больше 30 часов выдачи фактически это равносильно наверное там имбирей программе по администрированию вот и для тех кто хочет вот по крайней мере из моей программы в моей части 13 взять выжимку относительно коротко то я проводил живой тренинг его записал на видеокамеру он называется большой беспрорыв за один день вот этот видео тренинг большой беспрорыв за один день получат все те кто зарегистрируется на тренинг силы руководителя до 18 ноября 18 этот бонус горит а вот второй бонус как повысить эффективность работы персонала управления хаосом он будет действительным до 20 ноября включительно то есть вы можете те кто сейчас здесь присутствует и те кто будут смотреть видеозаписи получить оба этих бонуса до до 18 и один из них а именно как повысить эффективность работы персонала управления хаосом вот это очень на самом деле такая простая методика которая позволяет она такая больше наверное из области тайм-менеджмента но из все вы наверняка слышали поставьте плюсик в чат кто слышал про снимок недели и даже может быть иногда пользовался им а не слышали да понятно но смотрите есть в общем в тайм-менеджменте одна интересная техника которая почему-то на большинстве тренингах ее не рассказывают и вот в тренинге как повысить эффективность работы персонала управления хаосом я в течение часа рассказываю как применять эту технику причем речь идет о том что вы это видео можете выдать своим сотрудникам тоже и они на основе этого видео научатся лучше управлять своим временем и вот по моей практике это видео повышает производительность целых подразделений там на десятки процентов на мой взгляд очень такой полезный бонус поэтому регистрируйтесь приходите на силу руководителя будем рады вас видеть и один только этот бонус но если у вас подчинение человек пять и больше значит теоретически может окупить все затраты на тренинг Федор ну что ж господа я больше вопросов не вижу значит я вас так хорошо загрузил что вы еще не переварили то что туда попало я надеюсь что вы уже поняли что технология фаст менеджмент и онлайн маховик это очень мощная штука с помощью которой можно добиться больших результатов поэтому ждем вас на тренинге силы руководителя если вы чего-то хотите достичь добро пожаловать с вами был Федор Нестеров и Андрей Веселов фаст менеджмент и B2B мастер до новых встреч до свидания